В свой 75-летний юбилей отметил Борис Дауров, известный врач-пульмонолог, профессор, доктор медицинских наук. Более 40 лет Борис Дауров прожил в Москве. Недавно он вернулся на свою малую родину и по-прежнему все свои силы отдает медицине. О враче с большой буквы. Материал Шерифат Лепшоковой. Имя Бориса Индрисовича Даурова в числе лучших врачей страны. Более полувека он отдал медицине и сегодня, отметив 75-ю годовщину, профессор-пульмонолог по-прежнему на страже здоровья людей. Когда пандемия стала вызовом для медиков всего мира, Борис Индрисович ни одного дня не оставался в стороне. Он провел сотни дистанционных консультаций, встречался с пациентами и их близкими, спас множество жизней. Что же дает силы врачу? Секрет безграничной любви к своему делу и людям. Так воспитывал отец, говорит Борис Индрисович. Сын фронтовика родился будущий доктор в Хабесе сразу после войны, в 46-м году. Долгожданный мальчик после пяти сестер. Но семейное счастье было недолгим. По доносу отец был репрессирован. И только в хрущевскую оттепель семья воссоединилась. Мама всю жизнь работала в колхозе, выполняла тяжелую работу и почти 11 лет одна растила детей. Родители, пережившие много испытаний, никогда не теряли веру в людей. Это мучили и своих детей. Мне очень везло на хороших людей. И я думаю, вот по какой причине. Когда я уезжал в Ставрополь мединститут, отец посадил, мне сказал, вот я прошел коллективизацию, войну, лагеря. И сделал такой вывод. Не дели людей по разрезу глаз, по цвету волос, по религии, по языку. Он говорит на твоем языке или нет. Есть две национальности – хорошие и плохие. Первые наши учителя были русские, говорит Борис Андрисович. И сегодня он с благодарностью вспоминает свою учительницу, привившую любовь к книгам. Но мальчик и сам тянулся к знаниям. Закончил он школу с золотой медалью и победой на Краевой олимпиаде по химии. С первого раза поступил в Ставропольский медицинский институт, хотя все льготы отличникам были отменены. После завершения учебы последовали полтора года работы в Тибердинском противотуберкулезном санатории. Затем он шесть лет будет возглавлять Хабесскую районную больницу. Но тяга к науке переселила, и Борис Андрисович поступает в московскую аспирантуру. В дальнейшем вся его жизнь будет связана со столицей. Работа в медицинском институте, институте усовершенствования врачей, в Центральной клинической больнице. Борис Дауров защитит докторскую диссертацию, станет профессором, напишет более 130 учебно-методических работ. Он также соавтор унифицированных программ по последдипломному образованию врачей-эфтезиатров и пульмонологов. Врачей мы готовили не хуже, если не лучше на Западе. На Западе они в основном уделяли внимание техническим средствам. У нас ещё УЗИ делали, у них вовсю УЗИ. Но мы и слушать могли, и перкутировать, и общение с больным. Это очень важно. Там очень мало общается с пациентом. Борис Андрисович участвовал в международных симпозиумах и конференциях. И сегодня он следит за всеми новшествами в медицине. Профессор признаётся. Прожив десятилетия в Москве, его начало тянуть домой. Так Карачаева Черкесия вновь обрела профессионала, мудрого человека с большим сердцем. Лечебную практику Борис Андрисович совмещает с общественной деятельностью. Многое встречается с молодёжью, представителями старшего поколения. Отец шестерых детей и множество внуков, он, как никто, ратует за сохранение родного языка, кавказских традиций и культуры. Борису Даурову 75. Возраст, когда уже многое знаешь, можешь делиться опытом, но он щедр и на душевное тепло. Внимательный, с добрым сердцем доктор дарит веру в людей и надежду на исцеление. Шерифат Лепшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.